Автор Михаил Щур Здравствуйте. Согласно правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, свидание с подозреваемым или обвиняемым предоставляется защитнику при наличии у него документа, удостоверяющего его личность, документа, подтверждающего принадлежность к адвокатуре, а также подтверждение на участие в уголовном деле, выданного в соответствии с нормами УПК. Наряду с этим, согласно статье 6 закона о документах, удостоверяющих личность, служебное удостоверение адвокатов не входит в перечень документов, удостоверяющих личность. Таким образом, адвокаты, прибывшие на свидание к своим подзащитным для входа в учреждение УИС на контрольно-пропускном пункте, обязаны предъявить документ удостоверяющей личности. Каждый человек признается подозреваемым, если совершил преступление или подозревается С этого момента каждый человек имеет право на защиту На защиту его конституционных прав, на защиту его интересов Если вдруг у человека нет возможности оплатить услуги квалифицированной юридической помощи В таком случае государство обеспечивает защиту